как пуля пробивает лед будет весело говорили о есть ладно разбегайся чего такой был я попал что-то не разорвало ничего ну сто процентов одного блока этому монстру было мало парни лед для коктейля можно делать картечью метр шестьдесят пять вечно мерзлоты доставай показывает слонобой 36 грамм 7000 жоулей 6 тысяч рублей ну чё разнесет не разнесет парни друзья привет это новая серия на канале оружейный барон я андрей шелестов подпишитесь на канал потому что мы сейчас расскажем очень интересную историю пока ты не подпишешься не будем этого делать сделал я приехал сюда для того чтобы выпилить кучу льда посмотреть как пуля пробивает лед как лед разваливается разрывается и что с ним происходит когда в него попадает большой калибр поменьше самый маленький и мы сейчас сашей жареным будем выпиливать тут кучу льда для этого эксперимента привет сань при этом приготовил пилу до агрегат заправлен ну что стартует напили да если за счет подумной что-то лед резкость начал а есть постреляем говорили они будет весело говорили что не сделаешь для создания контента причем это не считается в спортзале эта тренировка идет экстра один не из самых дешевых способов перемещения льда но мне сегодня у меня за спиной здесь справа разные виды модификации калибры оружия из которых мы будем сегодня стрелять по льду саш доставай показывай свою новинку свой слонобой это крутой ствол от компании собаки называется он собаки big five рассчитан он на стрельбу крупных опасных животных калибру не 450 нитро экспресс друзья у кого есть крупнейшие звери в регионе у нас есть несколько таких стволов смотрите подарочный какой класс 7000 жоулей чистой энергии этого мне просто так я именно из такого стрелял буйвола в южной африке видели эту серию кто не видел обязательно посмотрите я ссылку оставлю здесь начнем с четыре с половиной калибра многие люди пользуются пневматикой в том числе и зимой ходят стреляют время проводят я думаю будет интересно посмотреть как калибр четыре с половиной самый распространенный калибр их наших пневматических винтовок пробьет насколько пуля зайдет в лед мы тут поспорили с моим режиссером он говорит что он даже вообще не зайдет ни на сколько сани получится у нас как с порохом история нарезной порох и гладкоствольный да нет все сработает все пойдет как по маслу так на что что-то не разорвало ничего где взрыв на сквозь прошло это если четыре с половиной делает такую вмятину здесь я пошел я убить лед и вообще то нам туда не хватит на самом деле да ты же неплохо и какая мощная нужно мне кажется их торцом поставить хорошо что они не бьются так ну что из этой на биодора сейчас посмотрим как 12 калибр оставит свой след во льду картечь биодора нормально пока за серьезный развал да но суши половину вообще просто как и не было ухты связ крутяк какой о смотри картечина вообще прям для коктейлей мне кажется лед самый тот парни лед для коктейля можно делать картечью рекомендую давай попробуем пули только я развернул блок чтобы рекоменду не было у воды вот и сюда можно будет пули посмотрим что у нас останется от него нет нет я сегодня по фану мне нравятся такие съемку пойдем на себе плечо чуть не оторвало слышно специально этого пороха в два раза больше как дед завещал осколки были такие что долетели до нас в обратную сторону раздербанила полностью весь этот а где пуля еще и сдвинула ну вот попадание вижу прямо четко и сюда и и раскидала все таки она свинцовая смотри а вот то вообще весь раскрескаться картечь попала и просто разрушил какой-то передний слой здесь пуля прямо отдала всю свою энергию сдвинула блок который весит килограмм на 15 еще и растрескала его полностью да и мне кажется еще 9 на 19 хватит этого калибра чтобы добить этот осколок давай попробуем сразу видно по магазину 9 на 19 сайга концерн калашников тоже производит такое изделие распространенный традиционный патрон поэтому будет интересно как он себя поведет во льду сами мы сейчас тобой из гладкого стрельнули практически пол блока 12 калибр разбила как ты думаешь какой нарезняк сможет полностью разбить блок есть такой конечно на самый такой проходимый калибр это 450 нитро экспресс просто это думаешь он разорвет полностью блок он такой типа чуть такое было это вы блок что ли только что передо мной поставили еще 100 метровку нашу удлинит чуть-чуть подвинет карьер ладно давай сейчас 9 на 19 я добью этот остаток блока вот и потом перейдем более серьезным калибром аккуратный вообще добил внутри как красиво видно что скорость была у боеприпаса низкая продавила его никакого такого динамического удара не было так что у нас часть блока осталось на столе все следующий калибр да давай следующий сайга 762 на 39 причем левосторонние и правосторонние можно перезаряжать затворы на полу такая спортивная вот можно использовать ее на соревнованиях и посмотрим как этот калибр будет вести себя при проникновении в лед я попал не андрей вообще не попал чай попал все никуда не попал а мазила что ли в этот раз блин а сами давайте давай попробуем ух ты попал смотри-ка блин реально пол блока даже больше пули я не вижу вот разнесло конечно капитально процентов наверно на 60 на 65 чё на следующий калибр какой у нас следующий калибр 308 винчестер о собаки стр калибра 300 винмак карабин предназначен для того чтобы стрелять на длинные дистанции мульти радиальная нарезка ствола здесь это то пристрелял хан практически полностью далеко и целого блока мало в общем да прошел нулит блок у нас где-то полметра глубиной вот считай все раскидала нормально я предлагаю развернуть стол и поставить уже два блока друг за другом для следующих калибров карабин тигр 762 на 54 53 ствол кули 12 грамм ну сто процентов одного блока этому монстру было мало а я думаю достаточно самый раз только один блок но один блок разорвало в клочья здесь не повредило даже снежок не стряхнуло а мне кажется они просто трескаются от энергии горят горяченько еще сын и пудрочка правый ствол в 36 грамм 7000 джоулей 6000 рублей за каждый джоуль по рублю даже сэкономил чуть-чуть смотри тут надо не не жестко принимать отдачу а представь что ты как качели понимаешь чтобы у тебя тело было подвижный ты мог немножко покачнуться ладно не так расскажешь как будто я из боинга буду сейчас стрелять да ну хорошо верен как прадед заряжал ладно разбегайся какие там блоки кто-то какие-то блоки видел без шансов два блока просто на вылет парни мне конечно жалко еще 6000 рублей но все-таки нужно поставить три блока для того чтобы понять в конце концов он разобьет их или нет да мы за 5 брак а мне битый не битого везет кто знает такую русскую народную шкафу ну чё разнесет не разнесет парни у кого какие ставки оп метр шестьдесят пять вечной мерзлоты три блока три блока льда твои ставки как и не было да сейчас просто мне кажется он даже первый не разбило этот лед был качественней чем предыдущий вся энергия осталась здесь закономерности у нас здесь точности такие же как в чемпионате мира по футболу между аргентиной и франции хрен угадаешь кто выиграет также у нас не поймешь один блоком прострелит этот слонобой или все три ставьте лайки и пишите в комментариях что нам еще прострелить и какую глыбу льда разорвать нам очень интересно пользуйтесь своим оружием и тренируйтесь и давайте вместе перезарядим отношения к людям с оружием а